Несмотря на царящую пандемию, запланированные в Артёме работы начнутся вовремя. Речь идёт о программах по благоустройству территорий. Как и планировалось, по направлению «Комфортная городская среда» в этом году будут благоустроены две общественные территории – мини-сквер возле здания ЗАГСа и парк на 17-м километре. Там будет красивое, большое благоустройство всей территории парка. То есть там будут разные зоны для занятий спортом, для детских игр. Значит, по направлению благоустройства дворовых территорий – это преемник проекта «Тысяча дворов». У нас в этом году запланировано благоустройство 34 территорий. Из них на 14 территориях будет поменено асфальтовое покрытие, а на остальных территориях будут установлены детские и спортивные площадки. По муниципальной программе софинансирования, где 5% работы оплачивают собственники, а остальные 95 – городской бюджет, будут приведены в полный порядок еще 16 дворовых территорий, в числе которых 4 детские площадки. В некоторых дворах, которые отремонтировали ранее, пройдет установка ливневой канализации. В программах участвуют и многоквартирные дома, и частный сектор. К слову, в этом году благоустроят территорию дома по улице Кирова, 152, которая пришла в полную негодность. У нас победители определялись в каждом территориальном объединении, образовании, то есть и в селе, и в городе. По критериям, там бальная система у нас была, одним из критериев баллов было, сколько людей проголосовало на собрании, подавали ли жители заявки до этого, в 17-18 годах, есть ли мероприятия по синхронизации, то есть когда делается дорога по проекту, допустим, безопасные и качественные дороги, чтобы целесообразно было бы сделать и двор, который прилегает к ней. И вот по этим критериям, оценив все заявки, мы как раз и отобрали победителей на общественной комиссии. На реализацию данных программ из бюджетов всех уровней выделено 154 миллиона рублей. Полным ходом идут подготовительные работы. Сегодня началась процедура по выбору подрядных организаций. По планам к благоустройству территории приступят уже в июне. Технический контроль по качеству, по материалам, по соблюдению технологий у нас будет осуществлять наше учреждение управления строительством и капитального ремонта. А также при приемке каждого дома, каждого объекта будут участвовать сами собственники, кто, собственно, подавал заявку, утверждал схему, утверждал дизайн-проект. Поэтому на этапе приемки они также будут участвовать и подписывать соответствующий акт. Далее обустроенные дворы и площадки перейдут на баланс управляющих компаний. Состояние и сохранность объектов будет уже в их зоне ответственности.